МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Распечатал все это, да, чертями? Спасибо, Игорян. Сам понимаешь, вот на пофиге соломинку хватается. Тут еще вот что. Адвокат хороший. Рекомендую обратиться. Спасибо. Ладно, Олеж, давай поехал я, дела у меня. Давай, Игорян, от души. Хорошая тачка у тебя? Да, хорошая. Ну, не моя, а у друга взял покататься. Хорошие друзья. Это ты в точку. Ты же мне тоже друг. Ну, а что, есть сомнения? Никаких. Все, не прощаюсь. КОНЕЦ 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 Пап, почему ты такой грустный? А я такой грустный, дочь, потому что тебя не видел целую ночь. Сейчас пойдем в мультики веселые посмотрим, в школу собираться уже пора. Да? Угу. Пойдем? Да. Пойдем, Пуза. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Риточка, а ты можешь фиксировать не только точное время вызова, но еще и время доставки больного в больницу? Можешь? Рита, Рита, ты меня слышишь вообще? Обалдеть. Веня, что-то случилось? Случилась, Женечка, годовщина твоей свадьбы. Вот решила зайти за тобой после смены. Пригласить тебя пообедать. Прости меня, я совсем забыла. Сейчас я даже не понимаю, что со мной. Идем праздновать. Не все же Самариной юбилей исправлять. Столик заказан, у нас обширная программа. Прости. Рит, Евгения Владимировна, я все сделаю как надо. Остаешься за старшую. Есть! Ну что, все? Нет. Оль, помоги галстук завязать, а? Угу. Прости, я туплю что-то. А ты чего вдруг нарядилась-то в костюм? Ты нас минули на свидание? Может, тебе джинсы стали мало в одном месте? Оль, ты чего? Вот это что такое? Совсем убалдел, что ли, вот эту гадость тащить в дом? Может, ты ребенку покажешь? Я тебе вечером все объясню, только не надо орать. Пожалуйста. Поторопись, объясни. А то спать будешь на кухне, понял? Понял, конечно, понял. Отлично выглядите, Олег Александрович. Олег Александрович, вам так одену как осень. Спасибо. Хватит ржать. Ох ты, батюшки. Что? Вы что, сговорились, что ли? Сначала райский, теперь ты. Дай хоть галстук поправлю. А что сгалстук? Да неаккуратненько как-то. Нормально, что сгалстук? Ну, вот теперь хорошо. Спасибо. Что-то такую красоту-то скрывал. Ну, видишь, ты говоришь, я напянул. Ладно, все, хватит меня сироп накрывать. Барабаш, где мы кофе? Александрович, нам воду отключили. Горячую, холодную. Ни чайник вскипятить, ни руки помыть. Я не понял, для чего кофе не будет, что ли? Не, ну почему? У меня есть сок тропический. Кефир холодненький в холодильнике есть. Какой кефир, Барабаш? Я что, кефир по утрам пью? Я по утрам пью кофе. Ко-фе. Не ке-фир. Понимаешь? Звонили же? А как ты думаешь? Не один раз. И что? Говорят, включат через сутки. А теперь вообще трубку не берут. А Райская что? А Райская у нас сегодня в отгуле. На юбилей свадьбы, да. И Килипу она отключила, чтобы не беспокоили. А это даже к лучшему. Михалыч, по матрешкам. Едем за кофе. И чай к любимому диспетчеру. Надь, сколько можно копаться? Давай быстрей. А мне папа новый мультик обещал привезти сегодня. Это тебе для чего в школе? Надо не про мультики думать, а про учебу. Да я думаю, думаю. Я сегодня утром слышала, как ты говорила, что папа на кухне будет спать. А зачем? Ну там же холодильник. А не дай бог наш папа похудеет. На нем же костюм будет плохо сидеть. Представляешь, какой ужас? А, тогда ладно. А то я думала, вы поссорились. Ну что за глупости, Настя? Все, вперед. А кто? У него священник. У него священник. Да, у меня назначено. И пока мы с Ливоном Тиграновичем беседуем, сделайте нам кофе. Будьте добры, так и будет без сахара. Ливон Тигранович. А вы собственно кто? Так. Второй аналогичный вопрос за минуту. Я смотрю, у вас заведение любит все больше задавать вопросы. А вот отвечать как-то никто ни за что не хочет. А в чем собственно... А вы знаете, что в вашем районе заслуженный пенсионер два дня назад чуть не умер от жажды? Врачи не моют руки перед выездом. Из-за этого эпидемии и морать. Теперь у меня к вам вопрос. Вы лично готовы ответить за смерть людей? А, вы собственно с подстанции. Представьтесь тогда. Я вам сейчас представлюсь. Заведующий подстанцией Иван Натанович Зябликов. А Райская? Что Райская? Когда ее сняли? Я вот буквально вчера с ней разговаривал. А вопрос не когда, Ливон Тигранович, а кто? А сняли ее такие люди, которые вашу судьбу могут решить одним звонком. Набрать мне сейчас? Воду мы вам дадим. Шесть часов и не минуты меньше. Там экскаватор работает. Фронт расширенной работы. Два часа. Нет! Такое даже не предлагайте. Тихо, тихо. Алло. Да, Сергей Сергеевич, да, я звонил. Все в порядке. Да, обустраиваюсь на новом месте вашими молитвами. Да. Самар, ты в своем уме? Ты сейчас с кем говоришь? Да я согласен. Конечно, полгоденько пересидим, потом к вам в мэрию под крылышко. Проблемы? Не-не-не, Сергей Сергеевич, ну есть одна проблема небольшая. Ну, я и рассчитываю за три часа решить, да? Четыре. Четыре. Хорошо, хорошо, Сергей Сергеевич. Ладно, да, да. Звоню вам как-то. Если что, сразу вам звоню. Ну, надеюсь, не дойдет до этого. Да. Ага. Жене привет персональный. Ха-ха-ха. Да. Да ладно. Ха-ха-ха. Хорошо, ага. Счастливо, счастливо. Четыре. Не убивай. Четыре. Ну, хорошо, четыре. Хорошо. Вот с этого момента. Время вызова девять сорок. Ладно. Время вызова. Как я с моста не догадался, а? До свидания. Слышишь, Михалыч, меня осенило. Смотри, Ольга мне звонила прямо перед аварией. Потом удар. Через двадцать секунд я звоню Рите. Понимаешь? Ты понимаешь, что это нам дает? Нет, не понимаю. А это нам дает то, что мы теперь с точностью плюс-минус пять секунд можем определить время аварии. Да. Распечатку надо взять. Да возьмем. Блин. Ха-ха-ха. Здравствуйте, девушка. Мне Броманова. Илья Николаевич сейчас в суде. Понял. Когда вернется? Когда сочтет нужным. Будет проще, если вы уточните цель своего визита. Как бы вам сказать-то? Я хотел нанять его для одного дела. Увы, ну ни одно, ни два дела адвокат сейчас не возьмет. На ближайшие месяцы он крайне занят. Ничего, что я клиент? У Ильи Николаевича есть своя вполне определенная клиентура. И на данный момент он не заинтересован в ее расширении. Понимаю. А если я, как клиент, заинтересован в ее расширении? Простите, я вам ничем помочь не могу. Девушка, ну может быть я могу быть чем-то вам полезен? Спасибо, нет. А Илья Николаевич привык делать все самостоятельно. В том числе и завязывать галстуки. Галстук-Петеринский директор-петеринский директор-петербурга. Простите. Да, я или илья Николаевич? Пусть папа. Это мы на каждый чих реагируем. Они зад свой даже не оторвали. Ты галстуки умеешь завязывать? Нашел чего спросить. Мне жена завязывает. А в винтовке там же такие на резиночке были. Как водичка? Холодненькая. Смотри, как чешут, девчонки. Моржиха. Смотри. А что ж он делает, там поддомит. Да. Будет! Помогите! Э! Ага. Быстрее! Самара? Самара, хочешь провести волшебный, незабываемый вечер? Рит, издеваешься, да? Да. Давай пули на пляж, там утопленники. Рит, ну дай хоть на подстанцию заехать, переодеться, я ж в костюме. Да мне плевать, Самара. Хоть в Смокинке. Я тебя тоже очень люблю. Ну че? Как это? Дышит? А? Живая? Ну че делать? Дышит или нет? Ну что, ты че к ней присосаться-то, а? Отвали! Руки убери от нее! Да не лезь ты! Удяши! Удяши! Ой! Ой! Ах! Вы! Ах! Прямо мне глаз! Хорошо. Да? Ну че-то я не понял, ехали к одному, четверо сразу. Где утопленница? Я утопленница. Вы? Да. Этими займитесь, а мы подождем. Утопленница. Ну займись бравой. Да правда утопленница. Да. Что там у вас? Да она мне чуть позвоночник не сломала. Покажите. Заяц, ты извини, я не хотел. Ну ничего страшного, мы теперь с тобой в расчете. Ты у меня по ночам как светофор будешь теперь светить. Как вы сказали? Светофор. 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 Чего? Приказ собирайся, поехали к дому. Самара, ты прикалываешься? Быстро, быстро. Без вопросов только. Барабаш, всем здорово, все, поехали. Вам рентин нужно сделать. Спасибо. Саш, быстрее, ну. Давай. Какой светофор? Светофор. Да какой светофор, Самара? Барабаш, ручку подними. Че бежим-то, а? Лен, че бежим? Давай без вопросов, а? Я тебя прошу, можно без вопросов? А можно и не переширать? Секунда, секунда. Отлично. Постою ждем. А че ждем-то? Ну, че там у тебя? Олег, все-все-все-все. Все-все-все. Шесть секунд. Так, здесь у нас сорок один, как он не может. От зеленой. Ну, сказать-то можно. Что? Михалыч, зеленый! Что? Зеленый! Поехали! Да я же посмотрю, че ты там навоел. Зеленый, зеленый, Михалыч. Смотри, все очень просто. У нас есть точное время аварии. Раз. Мы сейчас посчитали интервал переключения светофоров. Это 30 секунд. Два. У нас есть время переключения светофоров. Мне оставалось просто отсчитать от этого времени назад. По 30 секунд. Угу. И высчитать, что в момент аварии свет был зеленый, это значит, что Оля не виновата. Что она ехала на зеленый. Слушай, но мы же сейчас рядом. Давай заскочим. Ты сообщишь жене хорошую новость. А что я ей скажу, Михалыч? Что муж ей не очень доверял, а теперь все проверил и уверен, что она не виновата? Не думаю, что это ее очень обрадует. И потом не факт, что это в прокуратуре примут. Примут, примут. Нужен хороший адвокат. А помни, Женечка, как четверть века назад я встречал тебя здесь после лекции. Угу? С неизменной розой в руках. Я думала, ты разоришься на розах. Открою тебе страшную тайну. Я их воровал. Срезал с клумбы в общежитии. Не верю. А может быть, все-таки включить телефон? Ну, вдруг он там что-нибудь натворит? Ну, вдруг он там что-нибудь натворит? Женя, успокойся. Тебе нужно учиться расслабляться. И не порти выходной ни себе, ни мне. Ну, что может случиться за один день? Ну, что? Лена, ну чего у нас с кофе-то, а? Так воду еще не дали. Рискует. Леон Тигранович очень рискует. Ну, а воды в магазине никто купить не догадался? Покупали, выпили, все. Даже спрашивать не хочу, кто. Так, ладно, все. Заседание генерального штаба объявили открытым. Значит, у нас, ну… Ой-ой-ой. У вас заговор с целью свержения Райской? У тебя устаревшие сведения. Мы еще утром свернули. Бери выше. Романов, разработки. Да ладно? Ну, вот я тебе говорю. Ну, садись, расскажем. Садись, садись. Ну, что? Ну, гулял аппетит? Пожалуй, да. Ну, тогда идем в рыбный ресторан. Боже мой. Моя любимая устрица. Райский. Ты супер. Мой принцип прост. В любой ситуации я должен сделать все, что в моих силах, еще чуть-чуть больше. Я считаю, что невиновность Оля мне доказать удалось. Теперь нужен Романов, чтобы убедить в этом следствии. Да, почему именно Романов? Он что, единственный хороший адвокат? Ну… Он лучший. Во-первых, он лучший, а моя жена достойна только самого лучшего. А во-вторых, мне секретарша его не очень понравилась. Я хочу ее проучить немножко. Ну, с этого и надо было начинать. Самара! А ты наш монстр. Чего? Ну, воду нам дали. Как тебе удалось? Ну, молодец, Тигран Леонович. В последние секунды уложился. Барабаш. Я, кстати, тут слышала краем уха. Говорят, у нас новый заведующий вместо Райской. Ну, а тебе-то чего? Да нет, с тобой жалко расставаться, Самара. А я здесь при чем? Ну, как? Все понимают же, Самара, что кроме Райской никто твоего крутаса терпеть не будет. Уволят, не поморщусь. Не дай бог, конечно. Умеешь ты каркать, Перетуля? Олег Александрович, нужно подождать, пока ржавость течет. Ладно, контролируй поток, а мы пока продолжим заседание. Так. Все просто. Давление в случае с адвокатами исключено. Если ты хочешь от человека что-то получить, ты должен сделать так, чтобы он был счастлив оказать тебе эту услугу. Но вот в случае с Романовым, его нужно мягко к этому подвести. Ну, утро, согласен. А как? Информации мало. Но нужно узнать, чем он живет, чем он дышит. Да, потому что даже маленький незначительный факт может сыграть свою роль. Хорошо. Ясно. Работаем. Все, Лен, оставь, не до кофе. Никого толка от тебя. Хорошо сейчас с Райской. Юбилей, цветы. Сидят сейчас, наверное, в ресторане. А нам чайку попить некогда. Да. Ой. Алло. Да, Самара. Тебе надо отъехать по делам. И Михалыч с тобой будет. Ну, даже не знаю. Ну, ладно, как-нибудь тебя прикрою. Все, пока. Володя. Привет. Это Михалыч. Нужна твоя помощь. Разузнай по своим каналам про адвоката Илью Романова. Да, Романова. Ну, вот так нет. Ну, если что, может на меня рассчитывать. Ну, если там. Да я понял. Ну, будь здоров. Пока. Давай, созвонимся. Угу. Ну, вот тебе номер машины, адрес и телефон. Ну, все-то мне не надо. Всегда рады. Спасибо тебе большое. Спасибо, дружище. Ну, бывай. Олег Саныч. Лен, давай без разговоров. Кофе мне, да? Это уже третья чашка. Хватит мне в рот заглядывать. Олег Саныч, а я… Все, пожалуйста, не до тебя сейчас, ладно? Михалыч, ну, чего у нас? Ну, есть куча чего. Домашний адрес Романова Ильи Николаевича. Там номера телефонов, марка машины и номер. Ну, чего, и все? У тебя чего, Игорь? Встречался с зубным врачом. У Романова крепкие и острые зубы. Ну, чего, все? Ну, надо что-то еще. Ну… Слушай, выбрось нафиг свой смартфон, ты надоел уже. Что-нибудь купил бы нормальное на эту зарплату. Олег Саныч, если вы так дальше будете продолжать, у вас вообще ничего не получится. Слушай, ты… Ты договоришься сейчас… Олег, Олег, секунду. Ты, Лен, если есть что сказать, то скажи. А нет, ну, не мешай. На дворе двадцать первый век, а вы все по старинке. Менты да знакомые. Интернет – вот вещь. В одной из социальных сетей я нашла страничку Ильи Романова. Мой парень применил технологию перехвата протокола, TCP, IP, передаваемого по Wi-Fi и хакнул его аккаунт. Ты сейчас понял, что она сказала? Я нет. Не вникай. Ну и… Олег Саныч, это вы у дочери своей восьмилетней проконсультируетесь. Она вам все объяснит. Ну, Лен, ты можешь нам нормально объяснить, а? В общем, имея пароль, мы зашли на его страничку. И выяснилось, что адвокат ведет довольно бурную личную жизнь. По аватаркам я выбрала одну из самых страшненьких подружек. Ну, и написала, что, мол, Романов ко мне подкатывает. И попросила совета. Ну, и? Ну, и все-таки интересно… Слушай, барабаш, ну, в самом деле… В общем, почти каждый вечер, ну, ближе к десяти, он встречается с очередной в ресторане «Инфант». Очень дорогой ресторан. И еще, у адвоката жуткая аллергия на морепродукты. Съесть хоть кусочек – сразу анафилактический шок. В связи с этим у меня родился план. Женечка, ты меня простишь, что я не так часто устраиваю такие праздники. Ну, что с тобой, ну, почему ты не ешь? Твое любимое вино, устрица, м? Вень. Ну, что? Ну, сердце не на месте. Можно я включу телефон? Ну, Жень. Ну, я тебя очень прошу, ну, я не могу так больше. Не могу сидеть и ничего не знать. Ну, послушай. Все. Ну? Ну, что там? Ну, с ума посходили просто. Ну, что там? Жень. Жень, ну, что там? Черт, 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 черт. Не нравится мне все это, Олег. Ну, как ты так мне поступаешь? Не знаю, ничего. Олю надо спасать. Так что предлагаю операцию «Креветка» утвердить. Романов ужинает сегодня в инфанте. Что, прям сегодня? А чего тянуть? Ну, действительно, чего тянуть? Да, Венин Павлович. Алло, Олежек. Что у вас там случилось? Ну, Женя рвет и мечет. Вызывает такси, хочет ехать к вам на подстанцию. А пусть приезжает, Венин Павлович. Мы ее кофе угостим. Да? Венин Павлович, а вы где сейчас? В рыбном ресторане. Да вы что? А можно вас попросить кое-что мне привезти? Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, начальник. Здрасте. Здрасте. Идем быстрее. Иду, иду. Самара. Все. Я тебя убью. Ты доигрался. Все. Ой, не могу понять, это вода кипит или это Евгения Владимировна закипает? Вот всего один день. Один день меня не было на работе и ты успел. Весь город знает о моем увольнении. Слушай, скажи мне спасибо. Я, между прочим, за тебя сделал твою работу. Воду дали. Спасибо. Спасибо тебе. Знаешь, сколько злорадных эсэмэсок я получила? Отлично. Что отлично? Я говорю, что хорошо, зато теперь ты знаешь, кто ты истинный друг, а кто просто примазался. Вот я, например, твой друг. Я тебе возвращаю место заведующего под станцией. И совершенно безвозмездно. Венечка, ты хочешь ему что-нибудь сказать? Тогда пошли отсюда. Я не могу видеть больше этого идиота. Жень. Что? Все, понял. Все, понял. Понял. Ворись, вори зелье, ворись, вори зелье, анафилактикус шокус адвокатус романус. Кстати, ты обратил внимание, Элина, я впервые без твоей помощи воду поставил на плиту сам. Видишь, интернет-озависимая, я начинаю тебя ценить. Что, это инстинкт охотника, он приедет сегодня? Кто знает. Не-не, точно приедет, потому что мой бюджет второй раз не потянет такого. Ресторан. Если что, мы поможем. Не, спасибо, Игорек. Это моя игра. Ну чего, пошли? А я? Мои действуют. Ты на стрёме, Михалыч, действуешь. Ну, спасибо. Жду звонка. За баклажаны? Сколько? Так, а чай? Господи, здесь, наверное, обедают одни модели. Леночка, модели, как правило, не обедают. Они худеют. Какая разница? Лучше без Михалыча, чем осталось. Ваш аппетит я беру на себя. Я не голодна. Вот он, красавица. Вот он, красавица. Олег. Да, Михалыч. Входит. Клиент прибыл. Удачи. Ага, спасибо. Здравствуйте. 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 Пожалуйста. Так. Теперь вопрос, когда она в туалет пойдет. Никогда не думал, что меня будут волновать особенности мочевыделительной системы какой-то модели. Угу. Девушки туда не только за этим ходят. Ну, конечно, модели еще и не хнуть что-нибудь. Да ладно вам. Красивая девушка. Обычная жертва пластики. Забавно. Ты ее только что защищал, а через секунду уже унижаешь. Я никогда не пойму женской логики. Это даже не пытайся. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия щеки. ... Угу. Аппарат. Девушки. Я на минуточку. Не хаос, давай. Да иду я. Ага. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Ой, смотри, что там. Что там? Что случилось? Человеку плохо. Есть врач? Я бывший врач. Сюда, пожалуйста. Бывшим врачей нам не нужно, присаживаемся. Лилушка, нам не нужно смотреть. Не мешайте работать профессионалом. Кушайте, отдыхайте, пейте вновь. Граждане, спокойно. Все нормально, все хорошо. Слышите, пойдем. Слышите меня? Меня слышите? Да. Вот хорошо. Устаем? Устаем, устаем. Упальки. Садимся. Вот, хорошо. Вот, молодец. Хорошо. Полегче. Что-то у вас тут. Ну, посмотрите на нее. Аллергия, да? Да. Морепродукты. Да. Я не понимаю, как это произошло. Извините меня. Мне очень не ладо. Да вы что? С каждым может случиться. Это здоровье. Хорошо, что у меня блокатор нужный с собой оказался. Спасибо вам. Если я могу, быть чем-то полезен. Не-не-не-не. Я свою проблему привык сам решать. Все хорошо. А вы не болеете больше. Аккуратно. Как вы сказали, вы кто по профессии? Я вообще-то не говорил. Но я адвокат. Адвокат? Тогда есть одна тема. Илья, а нам что? Все еще ничего не принесли? Мам, а папа скоро придет? Он мне мультик обещал привезти. Скоро, скоро папа придет. Спи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Да послушайте вы, чего-чего, я толкаю ее, она не орет. Я ногой ее по покрышке, она не орет. Ну да, я уже думал, что у меня на крыше клесачено. А я пошла, у меня руки трясутся, ноги трясутся. Я думаю, я сейчас в боках не попаду. Стойте, стойте, стойте. Десять минут, слышь, десять минут. А она налила, десять минут, и человек пускай. Вот сидите, в чем дело, в чем происходит? И вдруг он говорит, я, говорит, врач. Мы растерялись, какой врач отмутался. Сейчас оторвется. Да, дольше, извините. Главное, олечка. Олег, я сейчас, я сейчас. Ты опять пьяный, в костюме и с бабой. Алло, Оль, алло. Оль. Какая же ты сволочь, Олег. Оль, ну ты чего, Оль? Алло. Здравствуй, Самара. Тебя ведь таксы зовут, да? А тебе, кажется, Малилинов? Ой, прости, Лиманов, да? Ну, извини, не сердись. Позабыл. Ты как меня нашел-то? Работа у меня такая. А, смотрю, ты по ночам работаешь, себя не щадишь. Угу. Я смотрю, ты адвоката нашел, да? Да, представляешь, нашел. Ну, 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 ну. Обрати внимание, не царапины. Вот так вот и я, Самарин, всегда выхожу сухим из воды. Ну, это мы еще посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Ну, ладно, я не ругаться с тобой пришел. Посмотри на мою ситуацию. Я сейчас иду на повышение, и мне лишние скандалы совершенно ни к чему. Поэтому у меня к тебе деловое предложение. Завтра твоя жена идет в прокуратуру и признает вину. Я со своей стороны гарантирую мировую с Климовым и закрытие дела. Ну, максимум дадут условный срок. Что скажешь, Самарин? А если нет? Если нет, ты даже не думай о том, что будет, если нет. Ну, говори, говори. Я смотрю, ты за рулем тут не тормозишь. Тогда тебе никакой адвокат не поможет. Даю тебе два дня. Потом война. Два дня. Два дня. Два дня и победа за мной. Понял? Надо было один показать. Два дня. Два дня. Два дня. Два дня. tearing Оль, ты чего не спишь? Рука? Не надо, Олег. Я хочу поговорить с тобой. О чем? О тебе. Обо мне? Оль, может, в другой раз? Я не хочу в другой раз, Олег. Ну, почему ты вечно увиливаешь? Я хочу сейчас. Хорошо, давай сейчас. Давай, о чем говорить будем? Обо мне? О тебе. А что говорить-то? Я тот же Олег Самарин, что был 10 лет назад, я не изменился. Ты знаешь прекрасно, за кого ты замуж выходил. Олег, Олег, ты не изменился. А я изменилась. Ну, вспомни, какой я была, когда мы с тобой познакомились. Вспомни. Хорошая. Веселая, легкая, на подъем. Правда? Правда. Мы с тобой вечно что-то придумывали, дурачились. Ну, вспомни. Ну, куда все это делось, Олег? Ну, что, это я виноват, что это куда-то делось? Да, это ты виноват. Я? Ты. Ты, Олег. Ну, ты что, думаешь, что мне нравится? Орать и выяснять с тобой отношения, Олег. Ты думаешь, что мне все это нравится? У меня просто больше нет сил. Ты задавил меня, Олег. Задавил. Я превратилась в предаток. Я не женщина. Я чертов предаток, Олег. Извини. Ну, куда ты, Олег? Подожди, ну. Алло. Да, Вене Павлович? Не-не, все нормально. Сейчас приеду. Не-не-не, без проблем. Приеду. Да, хорошо. Двадцать минут. Мне отъехать на двое. Я скоро. Делай, что хочешь. В больницу на карету. Садись. Ты знаешь, Олежек, что я не только хирург, но и главврач этой огромной клиники и как руководитель отвечаю за все это хозяйство. И я понимаю, Венин Павлович, но я пока ничего не понимаю. Это неважно. У меня есть давний приятель, Роман Давыдов. Человек очень нужный нам в вопросах поставки оборудования, медикаментов. А это не он вам шприцы бракованные зовет? Все подстанции войдет. Какие шприцы? Нет-нет, это не в шприцах дело. Дело в том, что у него жена и у нее проблемы. Она обратилась к нам за помощью. Пластик, увеличение груди? Нет, Олежек, ну что ты? Ущемление пупочной грыжи. Ого. Я надеюсь, ее оперирует кто-то уже. Там счет на минуты идет. Проблема вся в том, что он просит меня сделать эту операцию. Считает, что лучше никто не сможет. Ну, правильно, я тоже так считаю. Ну, а чего вам? Разрезали, поковырялись, да зашили. С вашим топтом. Чего вам бояться? Дело в том, что я сейчас не совсем в полной форме. Ну, бывает, я тоже не огурцом. А он еще лично хочет присутствовать на этой операции. Я никак не могу ему помешать. Ну, попросить кого-то из своих хирургов, и все, вы начнете, а не закончат. А вы этого просто заширнули куда-нибудь подальше, он все равно ничего не поймет. Ну, в общем, вот я и прошу. Тебя. Меня? Не понял, Вене Павлович, зачем вам понадобилось? У вас что, своих хирургов не хватает? Я не хочу быть обязанным своим сотрудникам. Если узнают все обстоятельства дела, то это даст пищу. Завистникам, клеветникам, уронит мой авторитет. И, Мин Павлович, другая причина есть. Теперь ты все знаешь. Паркинсон начальной стадии. А когда я нервничаю, волнуюсь, Тремл еще больше усиливается. Так что, никакой я теперь не хирург, администратор. Если об этом узнают, то я, конечно, не имею права тебя просить, но... я все сделаю в вине, имен Павлович. И спасибо за доверие. девушка, а мы не знакомы с вами? Гюльчатарин, ну-ка, открой личико. Райская ты, ты что ли? Эмиль Павлович, а что он тут делает? Олежек, послушай, ситуация деликатная. Я мог обратиться к очень близким людям. Поэтому будем делать операцию в высеченном составе. Анестезиолог, сестра и женщинка в качестве санитарки. Санитарки? Да. Санитарки? Интересно. Хотя вообще правильно. Ты знаешь, вот это твой истинный профессиональный уровень. Веня, у нас проблемы с анестезией. Что такое? Давыдова в легком неадеквате, видимо, решила сама снять боль и приняла какую-то гадость. Что, анальгетик? Скорее, наркотик. Значит так, операцию делаем под местным наркозом. Хорошо. Ты, Самара, ты смотри, не зарывайся. На смену тебе скоро. Угрозы, угрозы, страшные угрозы. Ну, а мы-то на них не поддадимся. Правильно? Салфетку. Птичка, это у меня на крючке. Давай-давай. Куда? Пинцетом. Не на банкете, ведь? Ты этому Давыдову помогаешь. Между прочим, такие, как он тебя подставляет каждый день. Шприцы наши, например. Ты ясно? Ну, во-первых, у меня есть работа такая, во-вторых, я, в первую очередь, помогаю райскому. Ну, ладно. Восточная женщина. Назвался Груздием, как говорится. Так что не обессудь. Будешь мне пот вытирать, и судно принесешь, если понадобится. Ой, а может, перчатки тоже бракованные? А? Как шприцы. Олежек, не положи, перчатки нормальные. Да? Откуда такая уверенность? У нас проверили на Давыдове, он же поставщик. Фень, а что происходит, а? Рома, познакомься, это мой ассистент, Олег Самарин. Я вам руки не подам. Это из-за стерильности. Я очень на это надеюсь. А я надеюсь, что вы сядете сейчас, и не будете вставать, и подходить сюда больше, и маску наденьте. Федеменко, я не понимаю, откуда здесь этот хам? Хотите вдовцом остаться? Инструменты готовьте, и стерилизуй все. Ты меня без ножа режешь. Мам, почему ты спишь здесь? Что-то случилось? Не стой голыми ножками на полу. А папа где? Папа на работе. Перистальтика в норме. Давыдову и повезло. А таким вообще по жизни везет. Сама руйнись, а? Райская, приберись, а? Ух ты, смотри, почти в рифму получилось. Талант. Я вам сказал, сядьте. Хватит мне уже указывать, а? Слушайте, здесь указываю я, ясно? А вы будете указывать у себя на складе. Или к столу хотите встать? О, боже. Зажим. Эй! Зажим. Ноль три. Да. Какими судьбами? Слушай, ты когда духи свои у меня заберешь, а? Ёлки, Анжела, ты что ли? Ангел мой, а как же я не посмотрел-то даже? Здрасте. Здорово. Рома. Он меня назвал ангелом. Да ладно, какой-то ангел. Ангел в пупка нет, а у тебя он как выпирает. Да можно посмотреть. Не, за просмотр деньги платят. Вениамин, а откуда твой ассистент знает мою жену? Да ладно, не боись, мы не так близко знакомы. Если близко, я бы ее сразу опознал по пупку. Мариночка, а что происходит? Почему я о нем ничего не знаю? Это потому, что у вашей жены такой богатый внутренний мир, который может проникнуть только избранный. Вот как я сейчас, например. О! Тихо, Марин. Ноль три. А как тебя зовут? Олег Самарин. Круто. Оле-оле-оле-оле-оле! К Самарин, вперед! Ю-ху! Тихо, тихо. Сейчас заканчивай, что ты так руками не размахивай, а то ни то, ни туда пришью. Не, не надо. Не туда. Слушай, ты прости меня, что я тогда с той аварии уехала. Ну, как там твоя жена? Спасибо, не очень. Ну, что так, проблемы? Понимаете, Мариночка, дело в том, что жену Олега ложно обвиняют в том, что она виновата в этом ДТП. А это несправедливо. Ммм. Действительно, проблема. Давыдов, надо срочно помочь этому ноль три. Он же мне сейчас жизнь спасает. Позвони этому своему генералу. Шадрин. Ну, ты с ним все время в теннис играешь. Кстати, Ромочка, может быть, действительно поможешь? Ну, ради меня. Не надо, Венимин Павлович. Молчи, Олег. Мы же вот сейчас Ромочке помогли, и он нам поможет. Да? Ну, вот. Мне кажется, даже очень все удачно складывается. Ножницы. Спасибо, конечно. Но я в вашей помощи. Не нуждаюсь. Олег. Я сказал. Все, закончили. Эй, эй, алле, алле. Физкульт-привет. О, чувствую, по запаху барабашь. Ты набираешься опыта? Здрасте, апа. Ну, бывает. А чего? Хотя мастерства, конечно, не хватает еще. Ну, ничего. У тебя будет время потренироваться, Михалыч. Меня Рейска отпустил. Это не нужно. Что это она на тебя отпустила? За какие-то заслуги? А если ночью спас честь их семьи, так сольдуй, дам их долгу. Куда мы едем-то? А маму встречу назначил. Вы. А это вы. Я вижу, мы с вами соседи. Впрочем, нетрудно было догадаться. Ведь все произошло здесь, за углом. Я в тот вечер ждал в гостю дочь. А вы куда-то мчались из дома. Да, так получилось. А дочь жила в другом районе. Бедная девочка. Я... Не надо. Мне не надо ни извинений, ни сочувствия. Просто я хочу вас предупредить. Следователь мне говорил, что пока ничья вина еще четко не установлена. Я знаю из практики. Обвиняемые договариваются с родственниками жертвы, и суд прекращает дело. Но я на сделку ни с кем не пойду. Поступить иначе, это значит предать ее, мою девочку. Поэтому не стоит искать со мной встреч. Нет нужды предлагать мне деньги. И, просто я хочу, чтобы свершилась такая простая вещь, как справедливость. И истинный виновник сел бы в тюрьму. Вы меня понимаете? Да. Да. КОНЕЦ КОНЕЦ Да, всё понятно. Так, ладно, вернёмся к делу. Я понимаю, что Ольга не виновата. Но с учётом всех обстоятельств, я советую, не доводить дело до суда. И если существует хотя бы малейшая возможность договориться с Климовым… Климов не пойдёт на сделку. Я встретила его сегодня утром, и он мне сказал об этом. Значит, этот вариант исключается. Вик, приготовь нам, пожалуйста, кофе. Кенийский подойдёт? Да нет, я думаю, обычного будет достаточно. Бразильского. Он покрепче, а нам сейчас вот не помешает. Угу. Ну что ж, раз так, значит, будем разыгрывать те козыри, которые есть у нас на руках. И избавляться от слабых карт. Ну да, попробуем. Ну да, попробуем. Почему мы не можем просто официальный запрос послать? Ты ж сам мне о лиманами рассказывал. Если ему станет известно о твоих выкладках, то не исключено, что нужная нам информация просто исчезнет. Поэтому сначала пойдём к пути у меня официального. Ну да, я тебе позвоню. Всё, спасибо, пока. Пока. В общем так, я поспрашивал своего знакомца. Кстати, хороший мужик, он на своё время права отбил. Помнишь, когда у меня права отбирали? Михалыч, давай по делу можно? По делу сведений по светофорам за прошедший месяц нет, стёрты. Официальная версия – сбой компьютерной системы. Вот так. Думаешь, это случайность? Вряд ли. А почему, может быть, не можем просто фотографии в суд взять и отнести? Да можем, конечно, Олег, но… Чего но? Что но? Ну чего? Надо же делать что-то… Олег, пойми, сегодня на компьютере можно нарисовать всё, что угодно. Поэтому я и хотел сначала получить официальное подтверждение. Опять эти компьютеры. То есть у нас одним козырем меньше получается. Хорошо, ладно. Едем в прокуратуру? В прокуратуру. Поехали. Поехали. Итак, речевая реакция пациентки Климовой – два балла. Нечленораздельные звуки в ответ на поставленный вопрос. Общее состояние по шкале Глазга – восемь баллов, что соответствует КОМИ-1. Ну что ж, хорошая справка. На пять баллов. Главное – настоящий, Олег. Ну да, да. Мне самому показания Климовой показались неубедительными. Очевидно, мы их больше в учёт брать не будем. Ну, значит, всё проясняется, правильно? Какой будь торопыга. Мы ж тут не чаи распиваем, работаем. Дело в том, что не так давно вскрылись новые обстоятельства. Извинили я. Какие обстоятельства? Подожди, Олег. Какие обстоятельства? Толя, какие обстоятельства? Ты забыл, что я адвокат? О любых новых обстоятельствах ты должен ставить в известность в первую очередь меня. Всего на своё время. Поставлю. В данный момент я могу сказать только это. Подождите, а мои фотки со светофора? Суд разберётся. Суд. Пошли. 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 И ещё. Ставь на плиту. Запах пошёл. Снимаю. Давай воду. Вот. Щепотку соли. Маленькую. Так. Ставь на плиту. Вот. Сейчас самое главное. Надо довести до кипения, но ни в коем случае, чтобы не кипело. Закипит, испортишь. Всё. Снимай. Ну? Ну ладно, Илья. Счастливо тогда. До завтра. До завтра. Спасибо. Слушай, у меня к тебе просьба есть небольшая. Ты, пожалуйста, Ольгу не бросай. Поддерживай её там по возможности. Ладно, у меня просто что-то совсем сил нет уже. Хорошо, Олег. Даже не сомневайся. Всё, что могу, сделаю. Хочешь завтра с ней встречаться? По обедам где-нибудь? Чтобы терапию надолго не откладывала? Ну, это делать там, как знаешь, как тебе удобно. Я просто хочу, чтобы она верну одежду, чтобы не теряла, что всё будет хорошо до самого конца. Даже если это совсем не так. Окей, я понял. Ну всё, счастливо. Давай. Олег Самарин? Здравствуйте. Вас беспокоит секретарь генерала Шадрина. Он ждёт вас сегодня в 18.00 на теннисном корте в Матвеевском. Пожалуйста, не опаздывайте. У вас будет полчаса. Ты Райскую видел сегодня? Нет. Она с утра злая, как Мегера. Рвёт и мечт. Что, Самара опять отличился? Похоже на то. Она про него уже несколько раз спрашивала. Самара, иди-ка сюда. Давай, давай. Я сейчас тебе всё расскажу. И про Гюль, читай твою. Ты сейчас мне за всё ответишь, да? Готов? Что? Жень, мне надо с Шадрином встретиться. Отпустишь меня часиков пять на время, ладно? Всё плохо. Давай, конечно, езжай. Я Ритку предупрежу. Спасибо. Да, барабаш, конечно, тут всё в сравнении познаётся. Вчера были у адвоката, так мне его секретарша даже понравилось. Так кофе варят, просто божественно. Божественно, а не то, что некоторое. А я вам не секретарша. Да ладно, не обижайся, он придирается. А ты тоже сравнил себя и крутого адвоката. Угу. Всё, размазал меня по стенке, да? Сравнял меня с землёй, с грязью. Молодец. Всем привет. Самара, меня Райска предупредил по поводу тебя. Но тут такое дело. В общем, у нас срочный вызов, ни одной машины свободной нет. И пациент требует только тебя. Ну даже не знаю, Ритуль. Не знаю. Всё, я не крутой адвокат, меня не надо заставлять работать. Улам. Да пей ему и чаю, знаешь мои мёзы. Там парень молодой, скорее всего ничего серьёзного. К пяти управитесь. Хорошенький. Актом. Так больно? Да. А так? Да. А здесь? Ай. Интересно. Да у вас батенька защемление. Сейчас мы вам уколчик сделаем и отпустят. Доктор, только вообще-то я очень боюсь уколов. Да? Да. А пирсинг на лице сам собой взялся? Это... Есть просто такие таблетки. Их примешь, потом становится очень весело. Потом не помню, что делал и с кем был. Наркотики это очень плохо. А это я знаю. Хотя, если уколов боишься, может хоть на героин не подсядешь. А это хорошо. Давай, линкали. Раздеваемся. Ой, Александрович, иголка сломалась. Так, быстро, быстро. Другую иголку давай. Быстрей, быстрей. Все, 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 все. Успокойся, сейчас вытащу. Все, успокойся. Ну, ты мужик или нет? Все. Все, вытащил уже. Чего ты? Ну-ка. Терпи, 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 терпи. Да все, уже прошло. Не болит ничего. Господи, вопли-то сколько. Что ж, как девочка-то? Тихо. Тихо, все. Все, терпи, терпи, терпи. Молодец. Все. Все. Какой вы батник эмоциональный-то? Так мы же Эмма. Мы должны проявлять свои эмоции. Ну, эмо так эмо. Я ничего против страусов не имею. Собирайся. Что? Доктор, спасибо вам большое. В пояснице больше не болит. Возьмите, пожалуйста. Да нет, мне не надо. Спасибо. Возьмите, доктор. Доктор, возьмите, пожалуйста. Иначе я обижусь и наложу на себя руки. Этот может. Все, взял. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Не болей. До свидания. Гравданин Самарин, постойте. Фиксируйте. Девушка, это ваш медведь? Прокопенко, а в чем дело, собственно? Я еще раз задаю вопрос. Это ваш медведь? Ну, мой медведь, доволен? Дальше что? Пройдемте. Пройдемте. Куда пройдемте? Прокопенко, что за шутки? У меня нет времени, у меня дел куча еще. Куда пройдемте-то? Что вы делаете? Давай, Самарин, заходи. Зачем? Что, больные, что ли? Иди заходи, сейчас разберемся. Ну? Что? Ну что, где твой доктор? Не знаю, развлекается где-то. Да ладно, генерал, забей-то на него. Уже забил? Самарин, скажите, откуда у вас этот медведь? Подарок пациента. То есть, вы не отрицаете факт принятия подарка? Нет, не отрицаю. Какой смысл? Если подарок дешевле трех тысяч рублей, я имею полное право принять по закону. Вижу, закона вы знаете. Ну, может, вы и будете утверждать, что засунули деньги после принятия подарка. Ну, если это так, назовите точную сумму. Ровно сто тысяч. Вот. А вот это уже тянет на полноценную взятку. Как еще взятка? А? Откуда я знаю, что он в медведя своего зашил? Подстава чистой воды Прокопенко. Разумные вопросы, Самарин. А вот мы сейчас и узнаем. Что мы узнаем? Сидоров. Расскажите нам, как все произошло. Забил. А давай так. Пари. Если я выиграю, ты не помогаешь этому Самарину. На. Чего так? Ты сам же за него просил. Да и Райскому не хотел отказывать. А мне это Самарин не нравится. Наглый. Ну, смотри, как скажешь. Мне хлопот меньше. Ты только сначала выиграй. Выиграю, выиграю. Тем более стимул есть. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Это вам. Какая прелесть. Альстра Мэри. В моей жизни вы первая девушка, которая знает это название. Вам не везло с девушками. Спасибо очень красиво. Наверное, не везло. Я постараюсь это исправить. А как насчет того, чтобы вместе пообедать? А разве у нас не деловая встреча? Конечно. И в ходе этой встречи нам предстоит деловой обед. Прошу. Спасибо. Что у вас в пакете, Сидоров? Это экстази. И кто вам передал это экстази? Доктор Самарин. Вот ты стравс долбанный. Это неправда. Не было у Олега никаких с собой таблеток. Вы его супруга? Что, в курсе всех событий? Нет. Ну, тогда сядьте. Ну что, Самарин, у меня картинка складывается. А у меня нет. Страусты долбаны. Куда же Самар-то запропастился? Вам сердце не на месте. Главное, вызов был такой странный. Ведь именно его просили прислать. По-моему, он отпрашивал в Сеурайской. С полсмены. Вот именно. А их до сих пор нету. Ох, че, там что-то случилось. Открой карту. Слушай, Прокопенко, мне некогда с вами в эти игры играть. Я и так уже на встречу опоздал. Меня люди ждут, ты понимаешь? Подпишите протокол и можете быть свободны. Я сказал, я не буду подписывать этот бред, понял? Тогда я имею полное право вас задержать. Где подписывать? Александрович, не подписывайте. А времени нет. Сберемся. Олег Саныч! Олег Саныч! Олег Саныч, а что происходит? У тебя дан живая душа об этом узнает. Я тебя выпатрушу, как Мишку, ясно? Да. Еще Ольге моих проблем не хватало. Между нами девочками. Олег Саныч. Спасибо вам, Илья. Вы мне все рассказали, я как-то более-менее успокоилась. И надеюсь, что все будет хорошо. Конечно, Ольга. Конечно. Хватит уже о делах. Расскажите мне о себе. Чем вы занимаетесь? Дизайн интерьеров, ландшафт. Правда, в основном дома. А вам разве Олег не рассказывал? Увы, должен признаться, что нет. То есть, он меня представил домохозяйкой? Вообще, если честно, то Олег немногим делится даже со мной. Вам неудобно? Нет. Ничего, я… Гипс скоро снимут. И вообще, я… Я давно привыкла со всем справляться сама. А как же Олег? Олег? Олег занят все время. Он же работает. Ну, конечно. Он ведь спасает людские жизни. Ну, как и вы, Илья. Спасибо. Можно сказать и так. Победа, мой генерал. Я выиграл. Победа, мой генерал. Я выиграл. Победа, мой генерал. Это ко мне. Здорово, товарищ генерал. Здорово. Ну, а что, явился в Самара? Только поздно. Так что не обижайся. Да что, господин Давыдов. Какие обидно. Таких, как вы, не обижаются. Вам, кстати, не приходило в голову, когда вы бракованные шприцы закупали, что один из них может сломаться в попе вашей жены, нет? Слушай, ты лекарь. Любишь ты себе проблемы создавать? Рома, успокойся. А ты давай рассказывай, только вот без этих покрутасов. А я уж и решу, опоздал ты или нет. Слушаюсь, товарищ генерал. Я понимаю, с Олегом непросто. Оля, а вы никогда не пытались с ним на эту тему поговорить? Пыталась. Много раз. Но, знаете, то одно, то другое. И в итоге так ничего не получилось. Откровенность в отношениях — это самое главное. Да, я тоже так думаю. Знаете, Оля, если когда-нибудь возникнет потребность, узнайте, что у вас есть друг, который всегда найдет время, чтобы вас выслушать. Спасибо, Илья, но вы и так уже очень много для меня делаете. Сделаю еще больше. Не сомневайтесь. Ситуацию я в целом понял. Попробую разобраться. Спасибо, Федор Петрович. Да не торопись ты. У Альману есть покровители, так что не все так просто. Понимаю. Ну, как офицер офицеру. Обещаю. Попробую. Спасибо, Федор Петрович. Очень надеюсь на вас. Федор, давай вот этого не надо. Боевое братство, прочее. Пари есть пари. Ты ему не помогаешь. Разберусь. Вы знаете, я очень давно нигде не была. Часто с вами посидели, болтали. Я развеялась очень хорошо. Спасибо. Если так, я готов повторить. Как насчет завтра? Нет. Неудобно. А сколько времени? У меня дочь дома одна. Да, конечно. Счет, пожалуйста. И, кстати, Ольга, уверен, что когда все закончится, моему загородному дому понадобится хороший дизайнер, который так бесподобно разбирается в цветах, деревьях и прочих ландшафтных элементах. Да, Олег. В ресторане. Конечно, подъезжай. Почему же ты его все время защищаешь? Кого? Кого? Будто не знаешь, кого. Олег Самарин, кроме того, что он хороший врач, он прекрасный человек. На него можно положиться. Да? Почему он тогда оказался втянутым в эту историю? Сейчас мне позвонили. Он привез пациент экстази за деньги. Ну, не знаю. Может быть, у него появились враги, его подставили. Враги? Какие враги, Веня? Он плюнул нам в лицо. Врач скорой помощи – это героическая специальность. Это осознанный выбор на всю жизнь. Плюнул. Плюнул, плюнул. Правда. И продолжает плевать. На него заведут дело, его посадят… Женечка… С меня хватит. Женя… Все, Веня! Ой, Самара, дорогой ты мой… И что? И что ты мне хочешь предложить? Что это значит? Ты мне сделку хочешь предложить, да? Мое дело в обмен на признание Ольги. Лиманов! Ехал бы ты куда подальше, чудак! Я с козлами в мишек не играю, понял? Баран! Музыка… Музыка… Господин судья, у меня все. Василий Георгиевич, спасибо вам. Больше вопросов обвинения нет. Вот гад узнал? Ну, тот, который предлагал Джей свидетельствовать. Нашел все покупателя. Право допроса предоставляется стороне защиты. Василий Георгиевич, итак, с ваших слов следует, что вы стали свидетелем аварии. А почему вы сообщили о том, что были свидетелем лишь две недели спустя после аварии? Ну, так меня никто не спрашивал. То есть, участковый с опросом к вам не приходил? Ну, я не знаю. Может, заходил, а меня дома не было. А чего мы об этом говорим, а? Как произошло ДТП, я прекрасно видел, да. Вот, на красный свет она проехала, я вам точно говорю. Скажите, а откуда вы видели аварию? С балкона. Я в гостях был на четвертом этаже. На дне рождения. Хорошо погуляли? А, ну, да. Правильно. Олеся Горелик, работающая продавцом в магазине напротив, утверждает, что в тот вечер вы купили у нее бутылку коньяка и две бутылки шампанского. Ну, и что? Я же не за рулем. Пить или не пить, это, разумеется, ваше личное дело. Но вот тот факт, что вы находились в нетрезвом состоянии, мог повлиять на ваше восприятие. Да я выпил-то совсем ничего. Ну, что ж, я красное от зеленого не отличу, что ли? А вот тут мы дошли до главного. Вы можете сказать, какого цвета эта папка? Красная. Хорошо. А вот эта? Ну, тоже… Это зеленого цвета. Секунду. А сейчас можете определить, где какая? Ваша честь, довожу до вашего сведения, что свидетель Баранов Василий Георгиевич является дальтоником. Кроме того, Василий Георгиевич в тот вечер выпил, вследствие чего его показания объективными считаться не могут. Ваша честь, протестую. Адвокат пытается очернить свидетеля. Протест отклонен. В силу предоставленных доказательств, считаю свидетельства Баранова крайне сомнительными. Вы можете быть свободны. Спасибо. Объявляется перерыв до четырех часов. Здрасте. Отойдем? Пойдем. Олег, где бесту? Я ж тебе сказал, чтобы твоя жена пошла на чистосердечное. И? Так а дело-то против меня развалилось с таблетками. Спасибо Романову. Объяснил прокурор, что это подстало. Угу. Плохо ты работаешь, полковник. Очень плохо. Не будешь генералом. Рано радуешься, Самара. Суд еще не окончен. И мой тебе совет. Общайся почаще со своей женой. Пока еще есть такая возможность. Если нам таких свидетелей будут подсовывать, считай, процесс у нас в кармане. Угу. Не, я бы радоваться не спешил. Мне кажется, он еще не всех тузов из рукава достал. Ну, как говорится, будет день, будет пища. Кстати, о пище. Пообедать не желаете? Ребенка надо встретить. Ну, вы езжайте, наверное, с Ильей поешьте, а я Настю заберу. Давайте, давайте. Счастливо. Счастливо. Да иди с ними пообедай. Я Настю заберу. Олег. Олег. Я сам. Евгения Владимировна, добрый день. Служба наркоконтроля, следователь Рокотов. После дела с таблетками, ваша подстанция у нас на особым контроле. Я приеду к вам сегодня с проверкой. Пап, а что ты такой грустный? Почему грустный? С чего ты взяла? Сама вижу. Нет, дочь, я не грустный, я сосредоточенный просто. Как боксер перед решающей битвой, понимаешь? Боксер. Да? И с кем же ты собираешься биться? Ну, как с кем? Сам с собой. С соперниками, с судьями. Ну, и так по мелочи. А я что буду делать? Ты? А ты? А ты просто узнаешь потом, что я победил. Но я так не хочу, так не интересно. Не интересно, ну хорошо. Тогда будешь в зале сидеть и болеть за меня. Вместе с мамой? В первом ряду? Да, малыш, конечно, вместе с мамой обязательно в первом ряду. Пойдем? Пойдем. Ваша честь, в распоряжении обвинения имеется еще один очень важный свидетель, который готов дать показания против Ольги Самариной. Прошу вас еще раз его допросить. Я протестую. В защите не было ничего известно от такого рода свидетеля. Думаю, обстоятельства таковы, что я просто обязан пойти навстречу стороне обвинения. Пристав, будьте добры, пригласите в зал Климова. Что за дела? Климов тут при чем? Свидетель, ранее вы уже давали показания суду, так что нужды в представлениях нет. Думаю, начнем опрос без проволочек. Свидетель, расскажите нам обо всех обстоятельствах того рокового вечера. Ну, в ту ночь я находился дома, ждал в гости дочь. Она задерживалась. И я стоял у окна, смотрел, чтобы ее увидеть. Саша появилась со стороны метро, подошла к переходу. И в этот момент на перекресток одновременно выскочили две машины. Удар в столкновение, и одна из машин сбила Сашеньку. Мы все, поверьте нам, сочувствуем вашему горю. Скажите, а вы помните, какой сигнал был на светофоре? Зеленый. То есть подсудимая Самариной ехала на красный? Да. Понятно. Ну, в общем-то, это все, что нам, собственно говоря, хотелось узнать. Предвосхищаю вопросы защиты. Все хорошо. Скажите, а почему вы не рассказали об этом раньше? Не знаю. Поймете ли вы меня? В первый момент мне стало плохо. А потом я думал, что следствие само разберется. Я понимал, что Самарина не хотела. Но потом, когда я осознал, что подсудимая делает все, чтобы уйти от наказания, словом я решил, что не могу и впредь ей потакать. Ваша честь, полагаю, ситуация предельно ясна? Больше вопросов об обвинения к свидетелю нет? Слово предоставляется стороне защиты. Ваша честь, протестую. Защита была поставлена перед фактом. Я прошу суд перенести заседание и дать нам время на подготовку. По просьбе стороны защиты заседание будет продолжено в пятницу в 10 часов утра. Все плохо, Михалыч, все плохо. Я не понимаю, как он его ломал. Я не могу понять, как, как, как он согласился на это. Да кто же его знает? Ну, а генерал-то твой что? Кто? Шадрин? Ну? Не спрашивай, раз в восемь звонил, не берет трубку. Да, вот такие вот дела. Ну все, приехали. Да, это точно, это приехали. Пошел. Оля, все нормально, все под контролем. Будем делать упор на то, что Климов отец пострадавший, а значит лицо заинтересованное. По идее, суд не должен принять во внимание его показания. Да, если примет. Оля, пожалуйста, не надо отчаиваться. Я делаю и впредь буду делать все возможное. Доверьтесь мне. Я, я не знаю. Оля, Оленька, все будет хорошо. Я сейчас не знаю. Я сейчас должен ехать. Мне нужно подготовить новую линию защиты. А вам, вам просто необходимо хорошо отдохнуть. И если вам будет от этого легче, я обещаю, в тюрьму вы не сядете. Я надеюсь. Я обещаю вам. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Давление восемьдесят на сорок. Доктор, я умираю. Как и все мы, только чуть быстрее. Лучше не нервничать, у вас тахикардия еще хуже будет. Это мне наказание свыше. За то, что я убил свою жену. Тогда не поймали, а не доказали. А Бог, он везде. Он все видит. Кровь. Везде кровь. Как тогда во всей квартире. Бедная Люба. После этого убийства я и пить начал. Вот и допился до цирроза печени. Значит, слушайте меня. Сейчас будет немножко неприятно. Не дергайтесь. Лен, держи голову ему. Дышим ртом. Ясно? Ага. Очень хорошо. Так, лежим спокойно. Тихо. Тихо. Александр, в чем дело? Значит, слушай меня внимательно, Барабаш. Диагноз такой. На фоне циррозы печени, кровотечения, вен пищевода. Милена. Милена? А Милена это кто? Никто, а что? Не мей, а мей. Сиди на общение, не бей, не мей, Михалыч. Милена, это стул такой дектеобразный. В сортах дельма ты разбираешься, молодец. Теперь надо понять, что делать с портальной гипертензией у пациента. А зонт Блэкмар не поможет? Скорее всего, у пациента в РВП. То есть, кровотечение брикозно-расширенных вен пищевода. Ну и чего, и медлим? А если у него просто язва крови, или аразивный гастрит? Это в лучшем случае. А если у него синдром Мэлори Вайса, то есть разрыв слизистой при переходе пищевода в желудок, тогда эта процедура его убьет. Но ведь шансов на РВП гораздо больше. А ты что, гастроэнтеролог? Эндоскоп под юбкой носишь? На что шансов больше? Что он здесь подохнет, а меня посадит? Три класса училища закончилось, и туда же врачей учить. Не, наше дело довести пациента живым до больницы, а там пусть они разбираются сами. Я ищи, есть в нем согрешение или беззаконие. Ослаби, остави, прости. Прости твоего ради человеколюбия. Давление стабилизировалось. Ну что, Рэм, стало быть, уважают нас вертухая. С волей витаминчиков передали. Ничего не отмели. Да. Да. А-а-а! А-а-а! А-а! А-а-а! А-а! Ты что, не с войноки стал сегодня, а? А-а? Ну что, фруерок, с собой меня ударит! А-а-а! 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 Черт! Все! 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 Ты чего? Ну, и что? Сломали меня, Михалыч, видишь? Первую жизнь за днюю включил. Ну, мы ж довезли его. Да все нормально будет, наверное. Наверное будет, наверное. Слушай, а чего? Рогом говорил. Чего? Вроде как признался в убийстве. Да, ну, бред это все. А если не бред? Мы ж должны доложить, куда следует. Ага, да. Сейчас. Вон, я побежал к Прокопенке прям. Бегу, видишь? Не, а. Про убийство это не в УВД. Это в прокуратуру. Да что вы. Да я знаю. Опыт-то имеется. Не, ну, Михалыч, ну, сам подумай. Ну, как сейчас человека в тюрьму? Ну, а если бред, действительно, ничего он не убивал никого. Самара, срочный вызов в тюрьму. Прости, господи. И ангелы по нашу душу. Все, как вы хотели. Барабах! Матрешка! Дальше. Матрешка! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не отставай, давай. Здорово. Здорово. Слушай, первый раз в тюрьме. Ощущение-то такое. Как у них тут? Параша, что-то там, чефир, шконка, да? Скорая. Приятель мой парашей любовался молчаливо. Она вся расцветала, как весной цветет земля. Страстно и лениво, по теплую... Скорая пошла. Тургенев. Поэма. Стоим. Ну, у тебя и память. Пошли. Такое не забывается. Я вообще люблю редкие женские имена. Открой. Параша, Милена. Стоим. А-а. Параша — это уменьшительная, ласкательная, Прасковья. Да. Стоим. Ага. Переводь с греческого — Пятница. Пятница? Пятница. Это что, получается, что Робинзон 30 лет на острове прожил вместе с парашей? А-а-а. В точку. А-а-а. Робаш, быстро. Парамидол два куба. Угу. Давай, бой снимаем, а то подохнет сейчас. И ампулы не забудь. Чай, чай, не стони. Пацаны из Самары. Прием. Леха, ты? А-а-а. Подожди, Леха, а что ты тут делаешь? Братишка, щас тебе расскажу подробно. Здесь стойте. Ты что, зверел? Не нужен мне намордник? Сам знаешь, Рэм. Хоть слово врачу скажешь? Без этой камеры уже не выйдешь. Так что я забочусь о твоем здоровье. Барабаш, шин готовь ей, ножницы дай мне. Угу. Ну, чё, рассказывай. Да все пойдем. Ты, братишка, только о лишнего не подумай. Я ж после армии в органы перебирался. Сюда меня к человечку дома посадили. А, ну ясно тогда. Да, то я думал, что много думаешь, думал. Его в ШИЗО держали, чтобы он маляву, не дай бог, на волю не передал. А я за ним присматривал, чтобы глупости не надел. Глупость-то он уже надел. Ну да. В общем, я сам виноват. То ли расколол он меня, то ли Медблок решил перебраться. Тихо-тихо-тихо. Из ШИЗО ведь так не выбраться. Да, только через Медблок, но вот он и, видно, решил драку спровоцировать. Вот такие бродила. Так чё это выходит у тебя, боевое ранение? Как в старые недобрые времена. Здрасте. У вас здесь курят, нет? Доктор, осмотр уже начинайте. Хорошо, да. Извините. Кляп, вымите, пожалуйста. Вымите. Мне клиента-то опросить нужно. Не положено. Если у вас, конечно, есть запасное ухо или нос. Ну да, хорошо. Мы так справимся. Смотри. В общем, дурацкая история, Самар. Скажи, Лёха, а как оно вообще тут в тюрьме? Курорт, Самар. Медводы. Понятно. Ну, всё. Да всё, всё. Давай охранник звоним. Быстрее! Ну, всё, на выход с вещами. Окей. Служивый ты мой. Быстрее, быстрее, быстрее. Сейчас, сейчас, родной полечим тебя. Симулируйте, отходи, отходи. Ваш заключённый. У него давление, сердце, всё в норме. Не было бы в норме, в тюрьме бы не парился. Ну, давай. Ну, давай. Самарин, что я требовалось доказать? Я не понял, уважаемый, вы не ошиблись? Это служебное помещение вообще-то. Ну, извини, братан. Заплутал. О, привет, Олег. Здорово, Игорев. Ну, что, ещё один бессмысленно прожитый день позади? Вроде того. Слушай, а как дела у Ольги? Спасибо, плохо. Завтра продолжение банкета. Ну, желаю удачи. Ага, спасибо. А я на сегодня отстрелялся домой, в тыл. Везёт тебя. Красивая куртка у тебя, Игорев. Чего? Я говорю, куртка красивая. Ага. Ну, я и сам ничего. Так вот, бригада Самарина не сдала после дежурства ампулу с лекарством. Понятно, в чём дело? Нету записи в журнале. Вы понимаете, о чём я говорю? Да я понимаю, понимаю. Конечно, учёт наркотиков, это крайне важно. А вот, Олег, хорошо, что ты пришёл. Тобой как раз и интересуется товарищ Рокотов, представитель нашего славного ФСКН. А, здрасте. Здрасте. Здрасте, здрасте. Самарин. Лен, где ампула от промедола? Лен, чё тупишь? Ампула где? Олег Александрович, я, я её забыла. Пять, двадцать пять, ну, Лен, ну, ты, ты меня режешь без ножа. Ты понимаешь это или нет? Чё ты киваешь-то? Я понимаю. Олег Александрович, будьте любезны проехать со мной. Куда? Что за бред, Жень, я могу объяснить сейчас, куда ехать-то? У вас будет такая возможность. Всё объясните. А пока повторяю, пройдёмте со мной. Пройдёмте со мной. Вы чё, мне нахамили, что ли? Я понимаю, с таблетками тебя подставили. Ну, даже если и так тебя же выпустили. А сейчас что? Ампул нет. Халатность? Или, может, что похуже? Решил завязать с таблетками и начал красть наркотики у пациента. Заметьте, я ведь это не утверждаю, но разобраться надо. А вот когда разберёмся, будем решать с тобой. Как же вы, мне надоели все. Тебя Лиманов, что ли, признал, а? А кто такой Лиманов? Не знаю такого. Взять тебя в разработку – моя личная инициатива. Сигнал был? Был. А ты мне без огня бить не можешь. А, кстати, Лиманов, он, кто тебе, твоя крыша? Поставщик, посредник. Кто он? Жена. Я не понял, он что, меня нахамил, что ли? Нет. Самое главное сейчас – начать с нами сотрудничать. И все мне откровенно рассказать. Хорошо, хорошо. А что придется? Ну, что, посотрудничаем, без вопросов. На полставки или на полную? Будем. Садись. Вы так галантны, сэр. Правда, нахамил же. Приветик. Как дела? Привет. Да бардак полный. А что такое? Да сегодня предскакал Михалыч, подобрал барабаш. Так, они поехали в дерьмо искать ампулу в мусоре. Ничего себе. Угу. А как они там найдут? А что, как иголку в стоге сена? Ну, в том-то и дело. Ребята, вы первые на моей памяти, кто сюда решил добровольно вернуться. Да, мы такие. А кое-кто вообще сюда будет добровольно возвращаться до тех пор, пока ампулу не найдет. Да, Лен? Правда? Вот, мадемуазель, пожалуйста, ваша работа на ночь. Вперед. Плиз. Воняет. Да? Воняет? А дело, которое сейчас в Самаре шьют, воняет еще сильнее. Понятно? Так что, мадемуазель, прошу вас, ныряйте. Будешь знать, как ампулы оставлять. Фу, какая дрянь. Смелей, смелей, пипетка. Бери. Слушай, Рокотов, будь человеком, у меня завтра суд в девять утрам. Это обязательно надо быть. Обязательно. А что-то рано еще для суда, то мы вроде только начинаем следствие. Да нет, у жены у моей суд, понимаешь? Понимаю. То есть вся ваша семья в преступном сообществе. Вы воруете ампулу, а жена их сбывает. Я вам гарантирую, если вы назовете поставщиков, суд учтет этот факт и смягчит приговор. У меня жена находится под судом по делу о дорожно-транспортном происшествии, которое к нашему разговору не имеет никакого отношения. Это понятно? Не совсем. Нашла? Нашла? Да ладно. Ладно. Анна. Оль, я прошу вас, не волнуйтесь. Вы помните, что я вам говорил, как нужно себя вести? Я помню. Ну, где опять Олег застрял? Ну, что такое? Не знаю, но, в конце концов, рядом с вами я. Я понимаю, спасибо. Странно. Почему заседание задерживается? Не, ну, зануда твой Рокотов, честное слово, ну, понятно, что человек не виноват, но пока он каждую цифру не исследовал, пока эту амфулу не обнюхал, он тебя не отпустил, а? Ага. Ты знаешь, я думаю, что Рокотов не работает на Лиманова, вот он сам по себе такой вот энтузиаст, человека взяли на заметку, занесли в компьютер, Рокотов начинает работать. Спасибо за ампулу. Спасибо за ампулу. Это Лена нашла. Я так тут помогал. Да ладно, не скромничай. Знаешь, я тут подумал про этого пациента, ну, Быстрова. Я не знаю, может, он и вправду жену свою убил, но я вот вчера побывал в тюрьме, и я понимаю, что я туда не могу никого отправить, просто не могу. Да никого ты не отправишь. Скончался твой Быстров в больнице ночью. Сегодня? Значит, судьба такая. Он хотел божьего суда, он его получил. Да кто его знает? Ну, он-то все знает. Все будет хорошо. Оля, не волнуйтесь. Оля, извини, я все объясню. Ну, что это? Не знаю, что-то странное. Уже минут пятнадцать как должны начать. И чего они начинают? Олег, давай потом поговорим. Встать, суд идет. Прошу садиться. В связи с вновь скрывшимися обстоятельствами, суд принимает решение предоставить слово Лиманову Ивану Алексеевичу. Я, Лиманов Иван Алексеевич, делаю заявление, в соответствии с которым признаю себя полностью и всецело виновным в совершении ДТП, провлекшим за собой смерть гражданки Климовой А.Н. К заявлению прилагаю мировое соглашение с ближайшим родственником потерпевшей Климовым НВ, в котором тот добровольно отказывается от каких-либо претензий в мой адрес. Прошу суд с пониманием отнестись к данному заявлению и прекратить уголовное дело на основании представленного соглашения обеих сторон. Руководствуясь статьями 303, 304 и 311 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил Саварину Ольгу Всеволодовну признать невиновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации за отсутствием в ее деянии состава преступления. Ну что, Олежек, закончилось? Слышишь, что я тебе говорю? Все закончилось. Михалыч! Я… Я виноват перед вами. Меня вынудили. Я хотел бы сказать… Говорите ничего, я все понимаю. Ничего не говорите. И вы меня простите, если что. Сейчас извините, пожалуйста. Извините. Алло. Простите. Да, Федор Петрович. Ну что, суд закончился? Все обвинения сняты. Нисколько в этом не сомневался. Значит так, через двадцать минут жду тебя на теннисном корте. Давай. Оль, прости, пожалуйста, мне надо отъехать на пару часов буквально. Я тебе дом сейчас объясню. Хорошо, я понимаю. Ладно? Ну правда. Ничего страшного, езжай. Пока. С победы. Прошу. Угу. Пока. Ну все, счастливо. Пока. Здравия желаю, товарищ генерал. О, ну день добрый. А день сегодня действительно добрый. Это точно. Ну, бери ракетку, погоняю тебя. Давай. Ну ты понял? Что понял, товарищ генерал? Что сегодня только все решилось. Поэтому я и не звонил. Ты, надеюсь, не обижаешься? Какие обиды, товарищ генерал? Вы же мне помогли, вы чего? Ну да, помог. Только об этом никто не должен знать. А в первую очередь твоя жена. Ты понял, Савара? Слово офицера. Ну раз офицеру, тогда верю. Подробности хочешь знать? Если возможно, конечно. Ну раз дал слово офицеру, то возможно. В общем, за Лимановым твоим давно уже числились делишки. Поэтому было принято решение. Или мы увольняем его по статье со всеми вытекающими последствиями. Или он дает показания на себя в суде и увольняется по собственным желаниям. Ну тебе сказать, какое решение он принял? Да нет, это я знаю. Я вот только одну вещь понять не могу. Ведь он так поступил со мной, и с Климовым, и с Ольгой. И что, теперь вот так вот просто уволился и жить пожевать добра нажевать? Мести хочешь? Не мести, а справедливости. Справедливость только на войне бывает. Или ты убьешь, или тебя убьют. Ну ты как ребенок, ей-богу, а? Ну все закончилось. Живи спокойно, дыши полной грудью. Мой тебе совет. Забудь. Не бери это в голову. Кстати, у меня есть для тебя подарок. Подарок. Я не понял, Федор Петрович, а… Ладно, Самарин, все ты понял. Ты был у меня на контроле. И запомни. Хоть твой адвокат там эмиль тишил, но без моего участия это дело просто так бы не закрыли. Ты понял? Я понял. Федор Петрович, спасибо вам огромное. Я, если чем-то могу быть полезен… Если надо, я сам к тебе обращусь. Поехали... Я, если тебе много, подожди. Мне даже обязательно. Ты меня спросил, но мне это так. Все, что я не могу сделать, – это ты ему, – ух! А, вот это ты, что вы видите, я, — Я не знаю, что ты, наверное, идешь мне пройдет. Я не знаю, что ты. Я не знаю! И вдруг взял, ты, ты, это ты, что ты… Знаешь, нужна твоя моя жизнь. Я, я тебе, не знаю, что... Папа! Привет, папа! Привет, дочь! А я вон бокс решила посмотреть. Здорово. А я тебе вот медведя принес, смотри какой. Пап, ну я же уже взрослый. Вон, у него брюхо распорото. Держи. Оль, ну ты чего гипс сама сняла? Мы же договаривались, что я тебе помогу. Да ничего страшного, Олег. Ты знаешь, я давно уже все привыкла делать сама. Ну шампанского выпьем, повод есть. Не хочу шампанского. Почему? Ассоциации плохие после аварии. Понятно. Даже не спросишь, как день прошел? Ты же все равно правды не скажешь. Хотел бы, но не могу. Извини, я обещал. Ну не говори, значит. Ну перестань, пожалуйста. Я тебя прошу, ну почему все надо в штыки воспринимать обязательно? Настюха, чё, как бокс-то? Неа, мне не понравилось. Они какие-то потные и носы у них плоские. Правильно. Зато синхронные плавни есть. Ура! Победа! Жаль, что на его месте не ты. А ты кого из двух имела в виду, Оль? Олег, можешь тебя попросить? Можно. Я просто устала. Последнее время все эти суды и следствие. Я просто хочу сегодня побыть одна дома. Ну так подумать. И? Возьми Настю с собой сегодня. Пожалуйста. Олька, я не могу. У меня смена. Ну как? Ну пожалуйста. На денек. Оль. Пожалуйста. Хорошо. Ладно. У меня ж семья теперь главная. Да. Хорошо. Я через минуту ухожу. А она дрыхнет, как слава наверняка. Папа! Папа! Я знала, где окажется. Вот как. Мы сговорились-то. Сговорились, да? Я обещаю. Я буду тебя хорошо увести. Тебе не будет за меня стыдно. А ты мне разреши сделать кому-нибудь укол? Давай, беги. Собирайся тогда. Мы опаздываем. Как у вас тут все здорово. Привет. Наследка. Здорово. Недавно тоже в останки наводила. К своему отцу. Там камера, все такое. Но у вас тоже круто. Мне нравится. Нравится? Привет, Анастасия Олеговна. Привет. Ну, ты сеточник, а? Злой айболит. Айболит бывает злым? Бывает. Бригады Самарина и Хенцова на выезд. Привет. Сейчас, подожди. Привет. Здравствуйте. Самара, привет. Оу, йоу. У нас дубль. Принимаешь вызов, нет? А что такое дубль? Ой, Настя, привет. Ну, это когда одновременно две машины вызываются в один подъезд, они стартуют вместе. Кто первым добрался до домофона, тот и выиграл. Круто. Пап, гонки, ну давай. Не, Игоря, ну я с дочерью. Не могу рискованно. Мало ли что случится. Да ладно, брось ты. Давай гоняем на шашлыки. Сегодня вечером у нас во дворе. Забили. О, мужик. Что вы забили? Я пас. Нет. Папа! Нет, я сказал. Нет, нет. Ну, как знаешь. Нет. Самара, я тебя не узнаю. Ну ладно, уговорил, Михалыч. Поехали. Итак, внимание, дамы и господа. Самара, выходи, бог не трус. Мы тебя ждем. Мы тебя ждем. Команда Семцова и команда Самары. Самара, давай. Он наконец-то переоделся. Ну же, шевелись, шевелись. Бегом давай. Команды на старте, приготовились. Болельщики на трибунах. Моторы взведены. Публика векует. Виталик, Михалыч, готовы? Ноль три. Два. Один. Поехали! Давай, 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 давай! Нет, нет, нет! Нет, Самара! Нет! Э, э, Миталик, жми! Миталик, что происходит? Михалыч, ну давай, давай, быстрее, не отступай! Спокойно, Самарёнок! Михалыч, ну подожми! Чего ты как черепаха? Давай, давай, ещё немножко! Ещё! Ещё! Мы сделаем его! Уходи, гад, уходи! Давай, 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 давай! Давай, давай, давай! Ну, мой шторм, мой! Давай! Давай, Городовый, знаешь как? Да я тут каждую тропинку ногами, когда участковым служил. Давай! Давай! Даю! Ну? Сберезила! Сберезил! Как оно? Не по-взрослому? Барабаш, стоять с Михалычем до подъезда! Осталось-то всю ничуть! Машину убери! Сейчас, земляк, уберем две минуты. Подожди, пожалуйста. Ну, какие же две минуты-то, а? Прошли две минуты уже, убери машину! Эу, земляк! Ну, скорая помощь, не видишь, что ли? А, я ж сказал, я царю! Давай! Давай-давай-давай! Распирем-аспирем-аспирем-аспирем-аспирем-аспирем-аспирем! Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот! Вы победили! Нет-нет-нет! Обогнали мы Сенцова! Обогнали мы его! Ну что, Игорь, у тебя же слычок! Ну что, раз проиграл, так тому и быть! Ну что, давай, жми 135, Настюрь! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Кто там? Это скорая! Кто? Это скорая, скорая! Открываю! О! Ну тебе-то в другую! Да я знаю! Мне выше! Пойдем! А знаешь, почему я теперь разрешил со мной подняться? Потому что ты не можешь мне ни в чем отказать? Ну и поэтому тоже, конечно! Ну ладно! На самом деле, потому что я уверен, что наш вызов ложный! А как ты это определил? А очень просто! Смотри, в домофон ответили не сразу! Дверь открыли только после вопроса, кто! А значит, нас тут не очень-то ждут! Значит, наш приезд не вопрос жизни и смерти! Так получается? Я надеялась, хотя бы, кому-нибудь ногу оторвало! Ну ты даешь! Ну, значит, вон зря бежали! Ну вот какая ты кровожадина у меня! Перестань! Ты чего? Здрасте! 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 Ну, Вячеслав, на что жалуемся? Ну, сухость во рту, головные боли, озноб, тошнота! Похоже на отравление! Ну, я сейчас разберусь, на что похоже! Угу! А где у вас тут можно руки помыть? По коридору направо там, ванная! Ага, все! Папа! Ты чего? А тут же Славик для нашей школы! И что? Он меня кнопкой дразнит! Кнопкой дразнит? Ну, негодяй какой, а! Ну, какой он негодяй! Здравствуйте! Так-так-так-так-так! Славик, значит, да? Болеешь, да? Ну, сейчас полечим! Тошнота, боль в суставах, да? Да! Сейчас полечим! Все! Махалай-махалай! И... Оп! Вуаля! Волшебное преображение! Венчан тернию немиртом, молит смерть и смерть бы рай, Но отчаяние спиртом налит череп через край! Вы вообще что себе позволяете? Я? Я себе позволяю гром сто пятьдесят иногда по вечерам. А вот что ваше чадо себе позволило, если даже от запаха спирта у него такая реакция, то вам виднее, конечно. Ну, понимаете, он выпил вчера немного. А сегодня у него очень важное соревнование по плаванию. Его могут выгнать из секции. Может, вы нам напишите освобождение? Пожалуйста. Папа, не помогай! Не надо помогать! Не надо! Ну, ладно, девочки, надо быть милосердным. Ну-ка, дай мне справку. Дай, дай, дай. Хорошо, я вам дам справку. Но при одном условии. Слышь, малолетний поклонник Бахаса, ты живой там? Живой. Живой, видимо. Значит, слушай меня. Завтра, когда тебя сей Бог оставит, пойдешь в школу, купишь моей дочери большой-большой торт и на перемене при всех ей подаришь. И пообещаешь никогда ее больше не называть кнопкой. Понял? Ага. Вообще не дразнится. Пап, ты у меня самый лучший? А то, ты только знаешь чего? Ты губу не раскатывай. Я тебе больше с парнями помогать не буду никогда. Дальше сама. И не раньше, чем через десять лет. Понятно? Угу. У нее сердце больное. Понимаешь? Ну что ты будешь? Я что? Давай скорее открывай. Мало ли чего скажем. Сердце, понимаешь, там сердце. Я что? Я как могу, стараюсь. Ну что ты? Сейчас, 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 подожди. Че, стоишь на водочку? О! Здорово, Никита. Самар, ну сколько раз тебе повторять, я не Никита. Я Никита. Ладно, ладно, извини, все, не Никита. А че у вас случилось-то? Да вот, хозяин заскочил домой на обед, а дверь не может открыть. Изнутри закрыта. Ну да, у меня ведь там жена, я звоню-звоню, она не открывает. А вдруг ей плохо, у нее давление. Слушайте, а открывать не пробовали? Ну а сам попробуй, головой вышиби, как ты умеешь. Это ж не дверь-то, сейф здесь хорошо, если автогеном еще возьмешь. Ты знаешь, вот ты в кои-то веки прав. Вот сейчас как раз нужно поработать головой. Женщина, давайте вниз, зовите меня Михалыча. Быстрее. А вдруг там давление, мало ли что. Чердак есть? Есть. Олег! Все нормально, нормально. Давай вяжи. Слушай. Вяжи, вяжи, Михалыч. Надо, надо, дальше балкон не упаду. Давай. Пошло бы оно в пень. Давай, давай, давай. Не ной. Не ной. Как думаешь, папка не упадет? Да не в жизнь. Его еще Михалыча страхуют. Правее. 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 Не от нас, от тебя. Чего? Что? Ты супер! Спокойно. Ты кто такой? Я сам Армен, я пришел тебя спасти. Господи, сам Армен? Да нет, ну какой Армен? Ну как Бэтмен, понимаешь, Супермен. Сам Армен. А, Супермен. Понимаю. Вот, Супермен. Чего случилось-то? Чего болит? Чего дверь не открываете? Ой, случилось такое, случилось. Что? Что? Все. Все болит. Так не скажешь. По вам, что все болит. Давай дверь откроем. Не надо. Я прошу тебя. Надо, нет. Только не дверь, только не дверь. Почему? Пожалуйста. Почему? Почему? Тише, прошу тебя. Тише. Почему не надо это? Иди сюда. Здрасте. Здрасте. О, боже ты. Женщина, ты что, пытаешься обмануть своего мужа? Доктор, я вас умоляю. Если муж узнает, он нас убьет. То есть вы хотите, чтобы я покрыл вот это гнусное прелюбодейство? Да. Да. Чтоб муж и дальше оставался в неведении о покрывшем его позоре? Да. Да? Чтоб сам Армен перешел на сторону зла? Да. Да? Ну ладно. Ну ладно. Хорошо. У меня семья теперь главная. Ой, спасибо. Спасибо. К тому же я клятву Гиппократу давал. Не навреди. Гиппо кого? Да это не важно. Мужу знаешь я? Нет. Нет. Спасибо. Хоть с другом в семье не спуталась. Михалыч! Чего? У меня к тебе непристойное предложение. Раздевайся! Чего? Ну правда я не шучу. Ну правда я не шучу. 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 Открывай, если сможешь. Папа! Фух, еле откачали. Ну сейчас же все в порядке. Сейчас всю жизнь. Спасибо. Мне опасность. Вот феншер мой, вот он старался больше чем. Спасибо вам огромное. Благодарили вам. Большое вам спасибо. Не за что. Его есть за что поблагодарить. Коллега, я потрясен просто. Олег, вы вниз. Давай, давай. Давай, чай сейчас. Ну что, опять за тебя всю работу сделал, а? Ты чего? Ты больше так не делай. Казанова. Обещаешь? Ага. Ну все, давай ты надежный, когда ты там заждался. Спасибо, праздник. Не за что. Давай, давай. Спасибо. И слышь, не шали там. Он мужчина строгий. Смотри. Ну, Самара. Ну, гад. Я убью тебя. Где этот гад? А? Где этот медик? Давай сюда. Ну, гад. Простите. Простите. Рубашку. 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 Давай. Ты не представляешь. Ой, господи. Ты стучишь. Я тебя слышу. Я слышу. Ноги ватные. Руки. Руки ватные. И ничего поделать не могу. Встать не могу. У меня такое вообще в первый раз. Давай, помогай. Борода. Рубашку. Помоги. Давай брюки снимай. Вот видишь. Я всегда прихожу вовремя. Господи. Я думал, я тебя уже лишился. Хороший мой. Ой, боже мой. Какая я счастливая. Недоразумение вышло. Не виноват. Не виноват. Я тоже. Не виноват. Понимаешь? Самара. Каждой бочке затычат. Говорю, не надо. Нет, он ездит, куда его не просят. Самара. Медик. Брюки мокрые все. Михалыч, ну зато ты семью спас, понимаешь? Ячейку общества. Сейчас бы стоял, бы постоял на крыше в трусах. Хорошо, что не без трусов. Станишь, старший, я тебе объясню. Знаешь, я не понял. А чего это такое? Бурабаш, слушай, тебя не на секунду оставить одну нельзя. Я ему сказала тут не вставать. А он меня послал и в подъезд убежал. Да? Далеко? Слушай, заколдованный двор, не въехать, не выехать. Какой-то бред. Папа, мы теперь здесь останемся, да? Спокойно, доча. Надо верить в папу. Михалыч, у тебя ревон работает? А когда он не работал? Конечно, работает. Ну смотри, ты делаем так, доча, у меня к тебе ответственное задание. Надо, чтобы вот этого ведра сейчас заработала сигнализация. Справишься? Долбани прям по ней как следует. А потом, как заработает сигнализация, сразу беги в машину. Хорошо? А ездить вот рядышком с тобой. Ладно? Договорились? Давай, человек, я в тебя верю. Давайте в машину, Михалыч, нажмешь на кнопку по моей команде. Только по моей команде. Ни раньше, ни позже. Понял я? Что ты вылупила? Сиди. Сиди. Давай, доченька. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Можно машинку? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА И услышав голос трубы, он не остерег себя. А кто остерегся, тот спас жизнь свою. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, вот я понимаю, пациент. А то, что это за дела? Не уезжайте с двух ложных вызовов с пустыми руками. Правильно? Михалыч, тащи носилки. Хватит тебе людей грузить. Сейчас и мы тебя погрузим. Прием. Так, оживает пациент немножко. Да, не забывайте. Нахмалит. Ох, сколько сил. Супер, пап. Ну вот, видишь, а ты боялась. Поехали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, как тебе наш ребенок? Классно. Но лучше бы ночью врубить. Тогда бы все округу разбудили. Ха-ха-ха. Твоя дочь Самара безо всякой генетической экспертизы. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, а то, конечно, воспитал. Слушай, Самара. М? По-моему, за нами хвост. Да ладно. Я серьезно. Я уже один раз свернул, а он еще не отстает. Дежавю, блин. Интерес, кто это? Может, от бандюгана нам привет? Не знаю. Да ладно, чего гадать, останови. Да у нас ребенок. Да ладно, останови, ничего страшного. Это ж мой ребенок. Давай, останавливай, останавливай, Михалыч. Самара, ты это... Да? Вы чего? Кто такой, а? Да вы что? И что надо? Да отпустите! Отпустите! Это Митя! Чего? Какой нахрен Митя? Парень мой, программист, про которого я рассказывала. Парень твой Митя? Ну, извините. Знаете, у нас не такое бывает. Митя! Не обижайтесь! Митя, кто ж так следит-то, Митя? Это не компьютерная игра, ты мне станцию держал хоть. Ты чего вообще в Москве делаешь? Да, кстати, нам всем интересны тоже. Лен, я... Иди в машину, Михалыч, отведи ее. Держу. Лена, держи себя в руках. Тупи девушка. Ну, ты что? Садись, поболтай. Садись, садись, не бойся. Думить, а? Шпион. Чувствую себя, как актер на сцене. Ну, давай, подкинь мне реплику. Слушай, шпион, хватит нервничать, хватит щелкать, положи зажигалку в карман, успокойся и объясни мне нормально, что ты здесь делаешь. В общем, это, у нас в последнее время с Леной как-то не очень. Вот я и подумал, может, у нее кто появился в Москве? Да, и как ты думаешь, кто кавалер? Я думал, вы. Я? Ой, Господи! Ну, откуда такие сведения, Мить? Да он постоянно о вас говорит. Александр, что? Александр, чья это? Вот, и интернетом вы редко пользуетесь. Переписку вашу не вскрыть. Вот я и решил выйти в Реал. Мить, я вот что тебе скажу. У меня прекрасная семья. Я очень люблю свою жену. Очень люблю свою дочь. Я за ней готов жизнь отдать. Я жене ни разу не изменил. Понимаешь? Ни разу. А у Лены, по-моему, никого нет. Во всяком случае, мне так кажется. Так что ты себе что-то придумал, понимаешь? Угу. Ну вот молодец. Езжай домой, дома сядете спокойно, разберетесь, что у вас там не так, что у вас там так. Хорошо? И ты это, в Реал почаще выходи. Не забивай себе голову всякой ерундой. Шпион. Понял? Все хорошо будет. Шпион. Барабаш. Ты что, правда меня влюблена, что ли? Нет. Ну, дела. Ладно, поехали, пообедаем пока. Включай, Настюха. Давай смелее. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пап, а ты крутой. У вас тут каждый день такой? Да, сделай, сделай. А можно я с вами в следующий раз поеду? Ну, если мама отпустит, можно, конечно. Слушай, дочь, у меня-то проблема такая. Я хочу маме подарить что-то, а что, не знаю. Подари цветы. Ну, цветы-то понятно, но хочется что-то такое особенное. Ну, напиши стихи. Ты же любишь поэзию? Стихи. А это идея. Это очень хорошая мысль. Седьмая бригада на выезд. Седьмая бригада на выезд. Пойдем. Будет весело. Пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ У меня воды уже отошли. Я до мужа никак не могу дозвониться. Все будет хорошо, Настя. Сушку хочешь? А я хочу. Я ждала-ждала, а потом сама взяла и скорую вызвала. Схватки опять! Тихо, 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 тихо. Подверь минуту. Давай наш отель, готовь. На всякие. Господи, в глазах потемнело. Не только у вас. Тихо, 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 тихо. Дыши, дыши, дыши. Михалыч, что за фигня? Не знаю. Чего ты с электрикой? Да что ж такое на мою голову? Все, приехали. Настя, займись машиной. Настюх, поймай попутку срочно. Лен, давай, ты можешь. Хорошо, пап. Настя, смотри осторожно. Хорошо. Мерзавец, ты где вообще? Я рожаю тут прям на улице. Что? Симку сломал? Лена, будешь суетить? Не знаю, давай быстрее. Не знаю. Алло, это врач. Трубная площадь. Ну что, девочка, под колеса кидаешься? Там тетенька рожает, ей больницу надо. Не, не поеду, у меня чехлы новые. Я не вижу ничего. Лен, свети нормально. Вот, вот, вот так. Давай, давай. Умничка, умничка. Все, все, смотри. Молодец. Дыши, дыши. Сейчас дыши. Полную грудь воздуха набрала. И напряглась сильно. Сильно напряглась. Поднимайся, поднимайся. И молодец. Тушься, 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 тушься. Помогай мне. Давай, шей, 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 шей. Вот головочку вижу. Смотри, головку беру. Все, все. Удыхай. Все, молодец. Тихо, тихо. Господи, слушай, мужик, давай не сейчас, а потом разборки устроим. Пожалуйста. Я муж, да. Чего? Да муж. Сволочь. Ты где был? Убью тебя. Ты где был? Ну и прости, прости. Симка, Симка проклятая потерялась, а? Слушай, мужик, не мешай, а? Или помоги, если можешь, чем-нибудь. А чем, чем помочь-то? Не знаю я, чем. Давай, давай. Хотя… Люстра работает на машине? Конечно. Да включи. Когда ж ты будешь слушать, а? Дыши, дыши, дыши. Вот умничка. Вот молодец. Ну, что там вдох? Так, ну давай. Давай еще раз. Настя, ты куда? Иди сюда! Не пошла, напрягай. Иди сюда. Не-не-не, плохо. Напрягай живот. Ну, вот. Вот, вот. Еще. 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 Все. 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 Все отдыхаем. Дышим, дышим. Дыши-дыши-дыши-дыши, дышим. О, Ублечка. Все. Чуть-чуть осталось. Все. И глубокий вдох. Давай последний. Глубокий вдох. И пошла! Тушься, 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 тушься! Помоги ему, помоги ему! Очень тяжело сейчас! Помоги! Еще, еще! Вот, умничка, давай! Давай, давай, вот-вот-вот-вот-вот-вот! Почти-почти-почти-почти-почти-почти! Вот, умничка, пацанка! Все, молодец! Пусть, дожди, давай! Что-то накрывается? Найди какую-нибудь! Давай вторая! Всё-всё-всё-всё-всё! Отдыхай, всё-всё-дыши! Спокойно! Вот он, какой красавец! Мальчишка, какой мужик! Акрывало давай, какую-нибудь дворю! Ох! Ну, вот! На! Держи, отец! Сын у тебя! Ох, кот, ты берешь-то! Возьми нормально, подпозвонусь! Сынуля! Слой какой! Аж зуб! Родили мы! Вот он! С зубом! А? Видишь, зубастый! Видишь, какой малыш совсем-то тоже такая была! Угу! Братан, ты проси меня за парковку, а! В ресторане! Ну, к жене торопил, сам понимаешь! Да ничего, бывает! Дело житейское! Да главное, себя береги! И ребёнка береги! Может, папе не скажем, что зуб вырвут, правда? Олег Александрович, у вас ни капли романтики! Не надо грешить, капли есть! Так, ну чего стоим? Давай, отдавай ребёнка! Лен, возьми ребёнка! Бери жену! Дом! Домочка! Ладно! Вы в дом поехали! И мы с вами на всякий случай! Давай! Давай, давай, давай! Осторожно! Ой-ой-ой! Лапочка! Давай, давай, давай! Да давайте я! Ой-ой-ой! Вот! А? Давайте! Осторожно! Слушай, Настюха, смотри, у меня есть, кажется, один вариант для мамы, смотри! Давай! Вот ты что, прекрасней многих! Вот ты что, прекрасней всех! Мы вместе идём по дороге! И ждёт нас с тобой успех! Нормально? Классно! Маме понравится! Понравится, думаешь? Угу! Ну, у меня есть ещё несколько вариантов! Давайте, я сейчас машинки прочитаю! Хорошо! Давай, запрыгай! Опа! Ну, и где обещанные шашлыки? Всё! Угу! Ну что, победитель? Подходи! Приветствуем! Всё, как обещал! Пошли! Ой, Раська, и ты здесь, да? А как иначе? Я же начальник! Спасибо! Эй, народ! Большое всем спасибо! Большое человеческое спасибо всем! Держи, герой! Кто? 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 Who is the champion? Дочь, аккуратно, не обожгись! Ну что, к столу? Да, конечно! Маргарита, вы выпиваете? А что нет, что ли? За Евгению Райскую выпить пора! Ура! 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 Браво! За тебя, птичка моя! Спасибо! Спасибо большое! Друзья, друзья! У меня есть тост! Ну, вы все знаете, что я говорить не умею! А то вы не знаешь, да? Я человек несентиментальный! Никогда не плачу! Ну, дайте сказать! Говори, говори! На самом деле, я хочу, чтобы вы все запомнили сегодняшний вечер! Чтобы в жизни вам по возможности всегда... Не бывает всегда, но по возможности было так же легко и весело! Очень весело, как сегодня! Я хочу всех вас поблагодарить! Потому что, если бы не вы, конечно, ничего бы у меня и у нас с Олей не получилось! Вы моя опора и поддержка! И бывает, конечно, что я говорю гадости! И как-то плохо смотрю на вас! Ну, поверьте, я делаю это не потому, что я злой какой-то, а потому что я очень злой! Спасибо вам большое! Давайте выпьем за нас, за вас, за всех! За нас нам выпить пора! Гиб-гиб! Ура! 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 Только тихо, Настюха, не шуми! Папа, у тебя получится! Даже не сомневайся! Конечно, получится! Давай! Мама! Лучше нет тебя на свете! Лучше нету на планете! Лучше нету в целом мире! Нету в этой вот квартире! Спасибо, Олег! Да не за что! Мам, сегодня мы победили на гонках! А потом папа помог мальчику! А потом… Подожди, подожди, подожди! Давай так! Сейчас уже поздно! А завтра ты мне обязательно все расскажешь! Хорошо? Мне очень интересно, как вы с папой провели день! Угу! Давай, дуй в кровать! Пока, пап! Пока! А чего? Не поздно еще совсем! Вот так всегда, на самом интересном месте! Олег! Что это, Оль? Здравствуй, Олег! Не понял! Романов, а что ты здесь делаешь? Случилось что-то? Что? Что, опять дело возбудили? Олег, я здесь не в качестве адвоката! Опять не понял! Олег, мне кажется, нам нужно серьезно поговорить! Оль, подожди, ну хватит дурить! Наши беды все позади! Надо спокойно не думать о прошлом! Дверьте вперед! Слушай, Олег, а где ты был все это время, когда я в тебе нуждалась? Где ты был? Оль, если ты знала, где я был, ты бы меня не спрашивала! Именно, что я не знала, где ты был! Ты мне никогда не говорила! Этого сейчас мне наплевать совершенно! Потому что тебе не надо этого знать, понимаешь? А мне плевать! Сейчас дядя Илья уходит отсюда! Нет, он не уйдет! А я говорю, что дядя Илья уходит! Не надо перебивать меня! Мы спокойно вдвоем сейчас все выясним! Замолчи, я сказала! Надо мне рот затыкать, пожалуйста! А ты не хами мне! Оля! Прекрати, я сказала! Прекрати! Я прошу тебя, нам с Олегом нужно поговорить за глазу на глаз! Отпусти нас! Все будет хорошо! Конечно, все будет хорошо! Дядя Илья же обещает! Все отлично будет! Без тебя разберемся, понятно? Олег! О! 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 Я малыш, Олег, твой ресторан! О! 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 Ты не понял! Это совсем другое! Чего другое? Я не могу, не бери писью! Я могу, а? Я могу, а? Я могу, а? Я могу, а? Я могу! Я могу! О! 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 О, я не проверяю силу соперника! Ни один из них не имеет права подойти сбоку и лонзить в тело соперника свои острые рога! Абсурд какой-то. Как дети малые, в песочнице. Песочнице не трогай, понял? Я с Настюхой здесь все детство ее провел. Извини. А ничего. Я же не виноват, что я полюбил Ольгу. Ну ладно, морды друг другу набили. Все сделали как положено, можно поговорить теперь. Ну давай поговорим. Давай. Побежденный уходит, победитель остается. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...